Скажите, пожалуйста, первый раз у нас, наверное, многих будет интересовать вопрос, почему вы ежики называетесь? Ну, это на эмоциональном уровне. Можно было бы, конечно, придумать какую красивую такую историю, но на самом деле, когда люди нас спрашивают, а почему ежики? Нет, как вы называетесь? Мы говорим, ежики. Люди делают так. И все улыбаются сразу. И запоминают. Да, да, это запоминающиеся, и людям сразу как-то позитивно от этого. Вот просто так, поэтому. Многие зрители отметили, что из всех работ, которые были представлены на фестивале, ваша самая фестивальная, то есть соответствует тематике фестиваля. Вы ее специально подбирали? Да нет, это был у нас года 3-4 назад сделан новогодний спектакль, который подвергался переделке, редакциям, и в результате вот получилось вот это. Ну, экологично, не знаю, как так вот получилось, что тема-то близкая такая всем людям и животрепещущая, поэтому решили сделать не просто сказку, да, а сказку с какой-то тематикой, да, скажем так. Экологическо-патриотическо-патриотическою. У вас получилось. А вот вас двое, а героев много. Как тяжело на сцене работать? Ну, привычка. Привычка по-всяку, но вообще актер куколик тем и отличается, да, театр кукол, что актер куколик может сыграть в одном спектакле много разных героев. В общем, это называется одним словом – мастерство. А куколы вы сами делаете? Нет, это у нас художники, причем в этом спектакле художников сразу трое выступило. Вот. Ребята, которые делали кукол, они еще тогда были студентами, и это был наш определенный риск – получится, не получится, и, на мой взгляд, они очень хорошо все сделали. А вот в этом спектакле у вас есть любимые герои? Заяц. Когда детей спрашивают, дети, кто самый главный герой спектакля, все отвечают – Заяц. Хотя персонаж совершенно проходной и эпизодический просто. Да.